Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Государственные службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества «АзерГолд» отправились в Ходжалинский район для продолжения переговоров по проведению экологического мониторинга в районах временного размещения российского миротворческого контингента в Карабахе. Напомним, что несколько дней назад состоялся первый раунд переговоров, которые начались на дороге Ханькян-де-Лачин и продолжились в штаб-квартире российского миротворческого контингента в Ходжалы. Российский миротворческий контингент принял предложение азербайджанской стороны, была достигнута договоренность о проведении мониторинга. Ожидается, что он будет проведен в ближайшее время. Целью мониторинга является оценка ущерба, нанесенного природе в результате нелегитимной эксплуатации рудных месторождений незаконными армянскими формированиями и иностранными компаниями на территории временного размещения российских миротворцев. Отметим, что армянские компании совместно с иностранными партнерами на протяжении почти 30 лет незаконно разрабатывали месторождение природных ресурсов на оккупированных территориях Азербайджана, вопреки всем нормам международного права. За эти годы за счет нещадной эксплуатации природных ресурсов сепаратистский режим в Карабахе и его покровители в руководстве Армении заработали миллиарды долларов. Однако в результате 44-дневной отечественной войны Азербайджан восстановил контроль над большей частью ранее оккупированных территорий, а грабители один за другим начали терять источники своих огромных доходов. Так, следом за лишением дохода от эксплуатации месторождения золота Сёйдлю, в Армении называется Зоцким, на территории освобожденного Кельбаджарского района сепаратисты лишились и другого крупного денежного источника – Кашенского медно-малибденового рудника, который расположен недалеко от города Ахдеря. Ранее армянские СМИ писали, что эта шахта простаивает с момента начала военных действий в Карабахе 27 сентября 2020 года. По итогам трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Российской Федерации Азербайджана и Армении, сам завод горнодобывающего комплекса остался на той территории Карабаха, где живет армянское население и присутствуют российские миротворцы, а насосная станция, без которой шахта не может функционировать, на территории, полностью контролируемой Азербайджаном. Кашенским рудником управляет Base Metals – дочерняя компания армянского конгломерата Valix Group – ключевого игрока горнодобывающей индустрии Армении, долгие годы обеспечивавшего до 35% всех отчислений в бюджет сепаратистского режима. Согласно данным армянских СМИ, в 2019 году компания выплатила 18,7 миллиарда драмов – это 38,8 миллиона долларов налогов в бюджет сепаратистского образования. В первом полугодии 2020-го – 6,7 миллиарда драмов – около 14 миллионов долларов. Для сравнения, весь бюджет сепаратистов в 2016 году составил 89 миллиардов драмов – около 185 миллионов долларов. Очевидно, что карабахские рудники были главным двигателем экономического роста сепаратистского образования в последние несколько лет. Только с января по сентябрь 2017 года был зарегистрирован рост 7%. В июле 2020 года компания Valix сообщила, что за все эти годы инвестировала 250 миллионов долларов горнодобывающий комплекс Кашен, открыв 1450 рабочих мест. Сообщалось, что месторождение содержит около 56 миллионов тонн руды, и компания планировала добывать 1,75 миллиона тонн руды ежегодно. Руководство марионеточного режима, в свою очередь, в 2016 году отмечало, что запасов месторождения хватит для того, чтобы новый комплекс работал как минимум 25 лет. Компания BaseMetals начала разработку месторождения Кашен в 2013 году после того, как другие источники меди на территории Карабаха были истощены. Об этом на протяжении последних нескольких лет открыто пишут армянские СМИ. Ранее BaseMetals эксплуатировала рудники золота и меди в 40 километрах от Кашена в Хейвалы, название которого армяне исказили на свой лад и называют дрмбоном. Он был практически полностью истощен за 10 лет эксплуатации. Отметим, что разграбление природных ресурсов Азербайджана осуществлялось с параллельным нанесением колоссального ущерба экологии региона. Экологические проблемы на территории рудников, которые эксплуатировала компания Valex, отражены в отчетах международных организаций, в том числе Всемирного банка, а также СМИ, в том числе армянских. Отметим, что руководителем Valex Group является гражданин Армении Валерий Межлумян, 1951 года рождения, проживающий в Ереване.